Всем приветик! Вышло новое интервью нашего любимчика Петра Толстого, депутата Госдумы, который он дал буквально на днях Комсомольской правде. Это на самом деле подкаст, то есть здесь нет видео, здесь будет просто интервью голосовое. Я его еще не смотрела, поэтому буду смотреть вместе с вами, комментировать по пути. На задний фон, чтобы нам было не скучно просто слушать подкаст, я поставлю видео из какого-нибудь его старого ролика, где он будет рассказывать о чем-то там без звука. Мы будем на него смотреть, просто как бы для заставки, но слушать то, что он говорит о Комсомольской правде по аудиозвонку. Поэтому давайте без долгих предисловий начинаем слушать вот этот подкастик. Ссылочка будет в описании. У микрофона Владимир Варсобин. И с нами высокий, большой и дорогой гость, вице-спекер Госдумы Петр Олегович Толстой. Петр Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Сразу начну с самого интересного, что лично меня сразу задело, когда я готовился к этой передаче. Вот если забиваешь в интернет-поиск Петр Толстой, вот свежая информация, вице-спекер Госдумы Петр Толстой призвал запретить въезд в Россию семи иммигрантов. Сразу в заголовке. Один приехал, один выехал. Это, видимо, о семьях иммигрантов. Это вообще очень тема-то горячая, и министр МВД Колокольцев, в общем-то, об этом тоже говорит, о, видимо, назревшей реформе миграционной. Я правильно понимаю, что вы выступаете за нее? Конечно. Ну, тема горячая. Вы знаете, что депутаты все-таки не говорят что-то с бухтой-барахтой. Я избирался от одномандатного округа в Москве. У нас действительно огромная проблема с миграцией, и проблема эта в городе, проблема с тем, что люди приезжают якобы работать. На самом деле, через три дня они уже курьеры Яндекса, и, так сказать, потом привозят семьи, потом они получают пособия. У нас даже на уровне школ проблема, что в некоторых классах, где большая часть детишек как раз из Средней Азии, они просто не знают русского языка, и приходится отдельно подготовительные курсы организовывать перед первым классом, чтобы дети могли учиться, не тянули назад весь класс. Ну и, конечно, есть культурные различия. Они самые глубокие. Когда в Москве в 21 веке человек с таким, скажем, сельским менталитетом начинает ловить девушек, которые ходят в шортах, и делать им замечания, это никуда не годится. Эти люди приехали сюда, к нам, в нашу страну. И мы не должны делать вид, что проблемы не существует. Проблема есть. И есть пути её решения. Их много, но самое главное – это признать, и это сделал президент наш, что, конечно, проблема миграции никак не решит наши демографические проблемы. Это две разные вещи. А лоббисты миграции, конечно, будут говорить, что работать некому, что добрый дворник, что милый мальчик, значит, из Киргизии спас всех и так далее. Это всё понятно. Мы ко всем людям относимся одинаково, вне зависимости от того, какой у них разрез глаз или цвет кожи. Каждый человек ценен, каждый человек прекрасен. Но если вы приехали в нашу страну работать, извольте соблюдать наши законы российские и уважать нашу культуру, историю и традиции. Вы сейчас общаетесь с мигрантами с помощью нашего микрофона. То есть, вы их призываете. Конечно. Дело в том, что у нас половина таксистов в Москве – это граждане Киргизии. То есть, они сейчас вас слушают? Они меня слушают и слышат. Пожалуйста, перестаньте ездить так, как вы ездите, соблюдайте правила дорожного движения и в быту тоже. Это очень эмоционально, по-журналистски, конечно, прикольно, но давайте перейдём всё-таки к законотворчеству, тем мерам, которые могут вот эту проблему решить. Давайте я сразу сочетаю. Вот по ступенечкам пойдём. О чём говорят те, которые… Всё-таки они говорят о том, что эту проблему не надо скандальчика, потому что есть и плюсы у миграции. Конечно. Первый посыл. Известно, что у нас сейчас большая в России нехватка. Кадровая проблема – нехватка рук, и особенно строительные утрасли и так далее. Вы говорите, что приезжает мигрант на стройку, а потом… Я-то читал ваше интервью, а потом он идёт разносить продукты или идёт в такси, и это неправильно. А каким образом можно, а, решить проблему кадровую в России? Если уедут мигранты, кто будет вообще чем… Ну, у нас проблемы начнутся экономические. Ну, значит, во-первых, давайте начнём с самого начала. Если вы хотите, чтобы у вас не было дефицита кадров на стройке, платите нормальные деньги. Начать с того, что строители и крупные застройщики экономят на рабочей силе и платят недостаточно для того, чтобы привлечь квалифицированных строителей из других областей, регионов России и так далее. Там, где платят хорошо, туда люди… Ну, ребята, в этом месте вопрос возникнет со стороны застройщиков. Они скажут, если мы будем платить больше рабочим, соответственно, цена за квадратный метр будет тоже подниматься. То есть, решение ли это проблема – просто платить больше рабочим. Тогда граждане скажут, нам это слишком дорого покупать жильё, потому что оно в цене повысилось. Так же, как и в США, допустим, американцы не работают на стройках, работают мексиканцы, потому что, если будут строить американец, да, качество жилья будет гораздо выше, но и цена за квадратный фут будет тоже гораздо выше. Поэтому народ, как бы, предпочитает брать менее качественное жильё дешевле, чем более дорогое от американцев. Поэтому стройку заполонили выходцы из Лакинской Америки. В последнее время граждане, которые перебрались через границу с Мексикой, убежали из Европы, Восточной Европы, Украины и России, вот они теперь тоже работают на стройках наряду с мексиканцами. Ну, в общем, слушаем дальше, что нам скажет Пётр Толстой. Люди едут, и не обязательно это люди из Средней Азии. Если вы хотите привлекать рабочих из Таджикистана, Узбекистана и, так сказать, других стран, вы, пожалуйста, берите на себя ответственность за них. Что нужно сделать? Нужно отменить патенты, которые сегодня раздают направо-налево, и которые дают свободу, как бы, полную и передвижение, и фактически занятие любым видом спорта. Вот, значит, отмена патентов и ответственность работодателя за работника. Он нанял гражданин Таджикистана, изволил ему обеспечить ночлег, еду, медицинскую страховку и возможность вернуться на родину. Всё, точка. Больше ничего не надо тебе обеспечивать. Не надо везти сюда жену, свата, брата, 8 детей и 15 родственников. А как это проконтролировать? Элементарно. Разрешение на въезд, всё. Соответственно, вот приехал человек, он приехал, поработал, заработал деньги, отправил их в Таджикистан, отвёз их чемоданом в Таджикистан, как угодно. Обогатил, так сказать, свою семью, поддержал её материально, слава богу. Я только за такую миграцию. У вас безвизовое же всё-таки общение с этим странами. Да, безвизовое, но разрешение на работу-то есть. То есть, вы что думаете, что гражданин России может приехать в Таджикистан, там начать кем-то работать? Нет. Мы знаем, что там в том же Таджикистане, условно говоря, было там 50 тысяч, я сейчас точную цифру не помню, но около 50 тысяч русских семей. Сейчас осталось меньше 500. Почему так произошло? Почему на фоне дружбы народов вот такая вот ситуация? Потому что Таджикистан хочет быть Таджикистаном. Также и Россия хочет быть Россией. Вот и всё. Хотите жить, работать в России? Пожалуйста. Но тогда с русским языком, с нормальным экзаменом по русскому языку. Вот мы... Ну, только могу сказать одно, а в чём Пётр не прав? Я думаю, что его слова в душе каждого русского в России как бы отзовутся положительно. Ну, и не только русского, но граждан России, которые граждане России, я думаю, они полностью согласны с Петром по этому поводу. Слушаем дальше. Я в одном из интервью сказал, что надо заканчивать с темой аутсорсинга, к которому прибегают высшие учебные заведения, уполномоченные этот экзамен принимать у мигрантов. Они что делают? Они это отдают на аутсорсинг, как сейчас модно говорить, то есть на откуп, там, каким-то конторам, которые распределяют эти... Частные фирмы. Там принцип такой, что сдай экзамен, получи, значит, там, за 3 тысячи эту корочку, и тарелка плова ещё бесплатна. Вот. Поэтому, значит, с этим надо заканчивать. И взялось, значит, Миноборнауки, они лишили аккредитации эти фирмы, поставили на вид тем, кто этим занимался, что так делать нельзя. Теперь надо следующий шаг. Вот у нас есть такая прекрасная структура, которая создана нашими, значит, горе-реформаторами от образования, называется Россоборнадзор, которая кошмарит детей в ежегодном режиме экзаменами ЕГЭ, вот этими, значит, дурацкими тестами. Вместо того, чтобы этим заниматься, вот пускай этот Россоборнадзор занимается приёмом экзаменов у мигрантов. Приехал в Россию, и сразу в Россоборнадзор, к этому музаеву, пускай он сидит и принимает у них экзамен по русскому языку. Всем будет хорошо, понимаете? И полицейские таланты Россоборнадзора раскроются в полной мере, и мигранты будут сдавать русский язык по-настоящему, а не за тарелку плова. Я хочу просто понять, здесь очень важно, каким образом семьи мигрантов не будут приезжать. Я просто знаю, что это опыт, по-моему, Саудовской Аравии, если не ошибаюсь, там приезжают, и там они приводят мигранты, селят их в определённом месте, вроде такого благоустроенного гетто, а потом после закончения контракта их высылают обратно, и при этом никакой семьи их не может быть и речи. Но это у них совершенно миграционно другой режим, у них там визы, просто так не проедешь. У нас приедет наш человек по договору с работодателем. А что мешает его семье также приехать по обычным, значит, по прозрачным совершенно безвизовым границам, поселиться? Что это мешает? А жить на что они будут? На зарплату мужа. На зарплату мужа. Ну, снимают квартиру, живут на зарплату мужа, но у нас есть режим пребывания, там 90 дней, по-моему. А ведь сейчас ситуация другая, сейчас человек приехал, начал работать, заплатил взятку, 70 тысяч рублей это стоит, получил вид на жительство и следом гражданство. После того, как он получил гражданство, гражданство получает его жена, шестеро детей, и дальше всё это ложится нагрузкой на нашу социальную сферу. Почему наши русские налогоплательщики, которые получают копейки зарплаты в регионах, должны оплачивать пособия для детей приезжих? Я не вижу в этом логики. То есть, надо менять закон о гражданстве? Надо менять закон о гражданстве, надо менять закон о въезде-выезде и целый ряд законов, связанных с миграцией. Значит, то, о чём говорил Колокольцев, вы об этом упомянули. Они подготовили некий проект. Сейчас, ребята, я вставлю на секундочку. Вот смотрите, в США такая же точно проблема была уже давно, и она есть, и Трамп в своё время тоже пытался решить эту проблему таким путём. Он пытался поменять закон о гражданстве, сказав, что не должны давать гражданство детям только потому, что они родились в США. Потому что вот когда вот эти мигранты трудовые из Лакинской Америки приезжали в США, притаскивали своих жён, так называемых мамосит, их называли. Мамосита – это мексиканка, которая рожает просто невеальное количество детей, эти все дети получали гражданство по праву рождения в США. Ещё они умудрялись, например, развестись со своим мужем. Они скажут, что мы теперь без мужа, мы теперь малоимущие, у нас только-то детей. И правительство США садит их на свою шею, мамоситу вот эту с пятью детьми. И они, значит, их за счёт налогоплательщиков кормят, поят, медицинская страховка, медицинское обслуживание и всё такое. Трамп пытался это дело отменить, то есть так называемый chain immigration – это когда цепная эмиграция. Один человек приезжает, отец, и он притаскивает потом жену, потом детей, потом у нас тут рожает, потом маму, папу, братья, сестёр и так далее. Не спишь глянуть, завтра там половина мексиканской деревни уже, значит, живёт где-нибудь в Техасе. И все сидят на шее практически государства. Но Трампу в своё время не дали внести изменения в этот закон, как он не бился во время своего срока, что давайте не давать гражданство по праву рождения, а по праву гражданства родителей. То есть родители, если граждане, тогда ребёнок гражданин. А если отец сам, непонятно, легально он или нелегально, обычно как, они приезжают по какой-то визе, типа того, что гостевой, а потом здесь остаются работать и работают здесь нелегально в США. И таким путём, значит, потом растёт этот ком ком этой нелегальной миграции, и вот эта вот чейн, эта цепная миграция со такими гетьми и так далее. Это всё ложится, значит, на шею государства и обычных налогоплательщиков. Поэтому Трамп пытался вопрос этот решить, но ему этот вопрос решить не дали. Дальше слушаем, извиняюсь, что я своё мнение выставляю. Просто интересно параллель проводить с США. Насколько вы знаете, что я в США прожила практически 25 лет, и мне интересно, как бы вам не интересно, а смотрите, параллели проводить, чтобы вы знали, что проблема не только в России, эти проблемы существуют в других странах, включая США. Не думайте, что в США всё это беспроблемно, розовые пони прыгают и голубые ослики. Здесь точно такие же проблемы. Реформы миграционного законодательства пока он ещё не внесён, поэтому обсуждать его нет смысла. Но, насколько нам известно, там в этом проекте содержится много интересного, и мы бы хотели доработать этот проект вместе с правительством, чтобы контроль над миграцией был нормальным, честным, полным. И, в первую очередь, чтобы соблюдались права тех людей, которые приехали работать в России, чтобы они не жили по хостелам непонятным и не шлялись по улицам целыми вечерами. Кстати, вот Колокольцев во время своего выступления перед народными избранниками заметил, что он это сговорил вообще по поводу проблем своего ведомства, но и коснулся вот иммиграционную тему. Он говорит, ну, если в паспортных столах женщины получают по 17 тысяч, ну, как это... Он это, конечно, не сказал, странновато требовать от них коррупционной честности, он это не сказал, но это было как бы между срок. Каким образом можно гарантировать, что мигрант или кто-то там захочет себя легализовать с помощью правоохранителей или с помощью чиновников, если такие низкие зарплаты? Мы поговорим об этом с вице-спикером Госдумы Пётром Олеговичем Толстым через пару минут. Оставайтесь с нами. Гумия, глава ВД Колокольцев, рассказывая вот о своем ведомстве, упомянул, что очень тяжело добиваться отсутствия коррупции в ведомстве, когда зарплату обычных паспортистов, он даже, по-моему, цифру сказал определенные, 17 тысяч рублей. Ну, конечно, то, что такая зарплата в системе МВД, это очень плохо, и это надо менять. Я думаю, что после нашей победы в специальной военной операции как раз это следующее, чем надо будет заниматься, наводить там порядок. Но хочу вам сказать, что уже сейчас правительство поддержало предложение о том, чтобы была полная и всеобщая биометрия в отношении мигрантов, то есть регистрация и биометрические данные, чтобы не было ситуации, когда его выслали, он поменял одну букву в паспорте и въехал обратно. Такая ситуация, к сожалению, на сегодняшний день распространена. Поэтому вот я думаю, что паспортистку с зарплатой в 17 тысяч рублей заменит бездушная цифровая среда, в которой нужно будет отмечаться при въезде в страну. Которую не коррумпировать? Её не коррумпировать, да. У неё есть свои издержки, у неё нет сочувствия, нет совести, много чего нет. Но коррумпировать её тоже нельзя. Но здесь же идёт речь и о правоохранителе, которых тоже не хватает. Это вообще такая системная, мне кажется, история, которую вот здесь ты подлатаешь, поставишь какую-то заплатку, а рванёт в другом месте. Не должны правоохранители ходить по улицам и ловить вот этих вот парней полуголых, которые там дерутся в скверах. Не должны. Значит, нужно сделать таким образом, чтобы за каждое въехавшего работника отвечал работодатель. Вот если ГБУ-жилищник определённого района Москвы завозит, допустим, 50 граждан Киргизии для того, чтобы убирать дворы, вот они должны им обеспечить проживание по санитарным нормам, они должны им обеспечить зарплату, они должны им обеспечить медицинское обслуживание. Вот эти вещи, как бы, и нести за них ответственность. Если вышел, значит, твой подопечный подрался около метро, всё, на следующий день он уехал. И ты же оплатил его отъезд. Только так. У меня такие сразу сомнения. Не будут ли возражать сразу в нескольких ведомствах по поводу вашей такой вот... Конечно, будут. Нет, ну, слушайте, у нас... Это МИД. Потому что это будет такие трения между нашими добрососедскими странами, которые поставляют нам мигрантов. А мы им поставляем половину их бюджета, ничего? Да, вот именно. А какие трения-то? Ну, никаких трений. Мы хотим, чтобы их граждане чувствовали себя в России комфортно, безопасно и соблюдали определённые правила, работая в нашей стране. Вот и всё. Мы же не предлагаем как-то ущемлять по какому-то принципу гражданство и так далее. Наоборот. Мы за то, чтобы у них были нормальные возможности для работы. А что касается трения и МИДа, ну, значит, надо энергичнее МИДу объяснять нашу политику, в том числе и в бывших республиках Советского Союза, в Узбекистане, в Таджикистане, в Киргизии и в других странах. Ну, и структуры крупного бизнеса и профильных министерств к этому. Я думаю, что это тоже будут сомнения, потому что... Ну, конечно, лоббизм завоза мигрантов, он начинается даже не только в строительной отрасли. Это и сельское хозяйство, это и, как ни странно, у нас есть идеологи этого, которые на каждом углу говорят, что мы демографические проблемы таким образом решаем и так далее. То есть, ну, конечно, у этого есть лоббисты. И поэтому люди боятся на эту тему открыто говорить, и поэтому боятся, так сказать, обсуждать эту тему, которая реально волнует наших людей, населения, России. Посмотрите, что происходит в малых городах сегодня, посмотрите, что происходит с... Вот недавно был случай, там, каждый день буквально случай преступлений в отношении граждан России со стороны тех людей, кто приехал сюда работать. Но вы себе можете представить такое в Саудовской Аравии, что там, типа, пакистанская диаспора высказала озабоченность, а у нас, пожалуйста, те. Ну вот сегодня, допустим, ликвидировал Минюст узбекскую диаспору в Волгоградской области. Это просто, ну, смешно, кажется, да, сочетание слов. А почему? Потому что они получают деньги из-за границы, а отчётности они не предоставляют. И так со всеми надо поступать. Дело в том, что если ты нарушаешь законы России, всё, до свидания. У нас правовое государство должно быть. Не то, что вот это вот сюси-пуси, как на вас жалко. Конечно, нам их жалко. У них нет электричества, воды. Это цена их независимости. Но если они такой ценой приобрели независимость, выгнали всех русских из своих республик, ну, ребята, когда вы приезжаете в Россию, извольте брить ваши бороды, не носить никабы и, соответственно, соблюдать наши законы. Может быть, всё-таки в это время очень тонко, когда мир, мы пытаемся найти сейчас союзников, это не самое время? Они не являются нашими союзниками. Ну, то есть, всё очень мило, но в любой ситуации у России только два союзника. Это армия и флот. Дело в том, что в любой сложной ситуации, я могу вам сказать по моему скромному опыту работы в международных организациях, страны УДКБ, страны СНГ, то, что у нас фразеологически с ельцинских времён принято как бы считать нашими ближайшими союзниками, но они просто встают, выходят в магазин во время голосования. Хороши союзники. То есть, союзник – это тот, кто за тебя, с тобой, плечом к плечу, спина к спине. В этом смысле Белоруссия – да. Понимаете? А Армении уже нет. А вы по поводу какого голосования насчёт магазина? Да, такое сплошь и рядом. Они просто говорят, да, мы будем, мы с Российской Федерацией, как вы скажете, делегация, наша, всё. Когда, так сказать, голосуют, обвиняют в очередной раз Россию в каком-нибудь зверстве, смотришь, в зале нету их. Пошли. Ну, а что делать? Покупки делать такое. Так, это для МИДа. А вот если для… А для МИДа это бесполезно, потому что… Типа разговор для МИДа. А теперь вот разговор для экономического блока правительства. Приходит лоббист, правительство и говорит, нет, это, конечно, замечательно, что вы хотите немножко миграционные винты подкрутить. Но, ребята, у нас, вообще-то говоря, очень тонкая история с экономикой. У нас, вообще-то говоря, госзаказ, военный заказ, у нас неурожай вроде бы сейчас намечается и так далее. Если вы сейчас эту костяшку из домино вытащите, из благих соображений у нас рухнет экономика. Вот, наверняка, лоббисты так и говорят. Значит, вы знаете, всё это просто от лени посчитать. Дело в том, что в цене квадратного метра жилья, условно говоря, построенного с помощью иностранных специалистов, незаменимых, есть прибыль застройщика. И она в зависимости от региона варьируется. Но, допустим, в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и так далее, эта прибыль, она больше 30%. Вот, 5% от этих 30% отдай, и никакой проблемы не будет. Конечно, с прибылью расставаться жаль. И в сельском хозяйстве то же самое. И то же самое в любой сфере, где лоббисты мигрантов высказывают свои, так сказать, озабоченности, в любой сфере, посмотри, речь идёт просто о деньгах. Да, это деньги. Да, мы сочувствуем, конечно. Но нигде не написано, нет такого, что у нас интересы бизнеса важнее, чем интересы народа, наших граждан, понимаете? Нет такого. И нет такой как бы истории, что 5% от прибыли условных банков, строителей, сельхозпроизводителей и так далее, должны изменить до неузнаваемости лица, так сказать, людей на наших улицах, на улицах наших городов и сёл. Вот, понимаете, нет такого. Мы не должны терять собственную идентичность. Мы должны её сохранять. И мы не должны позволять приехавшим сюда на работу людям менять наш образ жизни и навязывать свои как бы стереотипы. Интересно. Вы сейчас рассказали интересную фразу, очень литературную. Менять лица на улице. А вы сходите в любой гипермаркет в Москве, посмотрите днём, когда как бы разгар рабочего дня, тогда, когда трудятся все как бы на стройках, так сказать, незаменимые специалисты. Кто находится там? Вы просто посмотрите. Там русских 5%, может быть, 6%. Русских – это по виду? По виду. Европейского вида, так скажем. Назовём их не русскими, а россиянами. Хотя я слово это никогда не употреблял, ну, вот первый раз. Значит, гражданами Российской Федерации. А остальные – это прекрасные иностранные граждане, которые приехали в гостеприимную Москву в гости. Конечно, они проводят время так, как им нравится всё. Но все вот эти вот стычки в торговых центрах, нападение на женщин у магазинов и так далее, и так далее. Это всё отсюда. От того, что просто делать-то нечего, по большому счёту. С одной работы ушёл, на другую не устроился. Здесь мы ждём патента, тут мы ждём справочки и болтаемся по улицам. Вот этого быть не должно. А почему этот аргумент, что это всё-таки, ну, и такое миграционное, ну, скорее спасение для популяции россиян, вот именно миграция? А почему вы её отрицаете? Ведь это как бы уже общее место, считается, что наоборот Россия подпитывается миграционными потоками, и если бы не они, то у нас было очень серьёзное падение населения. Нет, это глубокая ошибка. Дело в том, что есть такое, может быть, немножко затёртое понятие, как культурный код, но он существует. И когда вы массово привозите, значит, людей другой ментальности из других стран, цивилизационно других, и пытаетесь их, ну, вернее, у нас даже никто же не пытается их интегрировать, просто чтобы они по улицам гуляли. Вот у нас был случай при Ельцине, когда там в очередной демократической Киргизии произошёл очередной демократический переворот, когда они там, значит, черенками от лопат друг друга били по башке эти киргизы. И вот в рамках, ну, просто жеста доброй воли, поскольку до этого Борис Николаевич играл ложками деревянными на лысине Оскара Акаева, тогдашнего президента Киргизии, так вот в рамках, ну, любви к Оскару Акаеву было принято решение дать гражданство. Оскару Акаеву и ещё двумстам тысячам киргизов в России. Двумстам тысячам. Так мы решаем демографическую проблему? 200 тысяч киргизов одномоментно получили гражданство России. Это нормально? Я считаю, нет. Я считаю, что за это надо судить, вот за такие шаги. И отчасти те проблемы, которые сегодня есть, они на бытовом уровне есть, когда курьер перегораживает въезд во двор и выходит сбитый, если ему делают замечание. А такое сплошь и рядом, даже в Москве. Так вот, если эти бытовые проблемы есть, у этих проблем есть ответственные. Есть фамилии, имена. Поэтому тут, знаете, с этим разбираться тоже можно и нужно. С нами Толстой Петр Олегович, я напоминаю, вице-спикер Госдумы, и мы прервёмся на пару минут, оставайтесь. И вот мы завершаем тему миграции. Я хочу всё-таки задать вопрос по поводу диаспоры. Мы затонули эту тему так скользко, но это вот интересно. У вас есть такой депутат Госдумы, Матвеев, если не ошибаюсь, он вообще с Греча даже предложил вообще их, по сути, запретить. Ну, или зажать их так, чтобы они уж перестали практически действовать. Как вести себя вот Россией с диаспорой? Диаспора – это добро или зло? Ну, надо начать с того, что такое диаспора. Организованные культурные группы, или формальные или неформальные, которые пытаются защитить свои права. Ну, это, к сожалению, в наших реалиях это не совсем так. На самом деле это такие, скорее, организованные группировки, которые пытаются с помощью разных способов, в том числе и коррумпируя сотрудников правоохранительных органов, решать проблемы своих соотечественников. Знаете, моё отношение очень простое. Конечно, диаспоры, у нас есть закон о национально-культурных автономиях и так далее, и так далее. Если люди собираются для того, чтобы готовить вместе плов, условно говоря, это одно. Если люди собираются для того, чтобы отжать какую-то собственность у кого-то или отмазать своего, значит, я вот этих слов не люблю, но тут иначе не скажешь, отмазать своего, значит, соотечественника, который совершил преступление, ну, это другое. Поэтому тут тоже нужно законодательное регулирование, по всей видимости, это следующий шаг после наведения порядка с миграцией, с режимом въезда-выезда в страну. Нужно думать о том, как будут функционировать эти объединения. Вообще, честно говоря, я не очень понимаю, если вот есть государство у народа, и почему должна быть какая-то отдельная негосударственная структура, которая внутри России действует. То есть, я понимаю, курдская диаспора, у курдов нет государства. А вот таджикская диаспора, она что? Она ассимилирует таджиков в России? Ну, нет, мне эта тема не нравится. Если она помогает таджикам жить в России, если это вот так, то да, конечно, пусть помогает. Но если они хотят иметь право на прямой диалог с органами власти, сами ничего и никого не представляют. Кто их выбрал, этих начальников диаспор, которые там какую-то ерунду говорят, за что их потом судят. Кто их выбирал, откуда они взялись, кем они уполномочены? Их что, Муфтий благословил? Куда, откуда? Вот это вот всё, понимаете, это настоящий кавардак, который остался ещё с времён веры в СНГ. Это мировой опыт, диаспорт мировой опыт. Да нет, какой мировой опыт? Ну, какой, вы попробуйте, разверните какую-нибудь такую диаспору в Париже в каком-нибудь, попробуйте. Нет? Нет, нет, дальше этнического ресторана никуда не пойдёте. Ничего не будет. У нас, ну, то есть, это дикость, когда у нас органы власти начинают совещаться с диаспорами. Это что такое? В Челябинской области в какой-нибудь это происходит? Ну, это просто дикость. Они считают, что они таким образом проявляют свою толерантность? Нет. Они таким образом нарушают законы Российской Федерации. Вот вы недаром вспомнили про Париж. Недавно вы дали интервью французской прессе, после этого МИД Франции заявил, что господин Толстой, чевидно, пытается нас запугать. Удалось? Ну да, конечно. Как вы считаете? Ну, я и пытался их запугать. Я им объяснил, что, на мой взгляд, если французы будут участвовать напрямую в войне на Украине и пошлют туда своих солдат, то мы их всех убьём. Всё. Вот это было просто. Я не знаю, если это их испугало, но, во всяком случае, я рад, что до них это дошло, мысль эта дошла. Но, судя по последним заявлениям, не совсем? Нет, там, на самом деле, заявления с заявлениями. Просто, понимаете, сложно очень иметь дело вот с этими всеми современными европейскими политиками. У них слишком быстро всё меняется, как вот говорит министр иностранных дел Германии, на 360 градусов у них всё меняется. Ну и потом такие вот персонажи, как, не знаю, Макрон, его премьер-министр. Люди с потревоженной сексуальностью, вообще тяжело с ними договариваться, понимаете, о чём-то. У них очень гибкая позиция всё время, и стройная. Я заметил эту фразу, как вот потревоженная сексуальность. Ну, я, во-первых, восхитился, конечно, чувствуется слог, а, с другой стороны, я не понял его смысла. Ну, если вы не поняли, французы поняли прекрасно. Макрон прямо даже удостоил отдельного замечания о том, что я не понимаю, почему они так нервничают, что-то такое. Ну, вот, кстати говоря, по поводу того, что нервов, вообще нервы – это красные линии, сами по себе. Вот вы говорили, что он чертит Макрон и другие люди, да, с потревоженной сексуальностью. Но вот в этой студии… Так они всё время чертят. Проблема-то в чём? Что у них много этих красных линий. Нет, в этой студии слово «красные линии» – это практически ругательство. Да. Почему? Потому что мы пытаемся найти красные линии у себя в России. Так. Как вы считаете, у нас вообще… Как вообще у нас дела у нас с красными линиями? Нормально у нас дела с красными линиями. Просто, знаете, вот проводить красные линии внутри страны. Нужно, чтобы большинство общества это разделяло. И я вам могу привести примеры, когда мы, как законодатели, определённого рода красные линии провели. Например, приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ, который поддерживает 90% населения России. Так. А это красная линия. Мы приняли закон о запрете смены пола, который тоже поддерживает порядка 80%. Это тоже красная линия. И казалось бы, что это всё для жёлтой прессы, ну, типа, хохотали, там каких-то они виртуальных извращенцев преследуют и так далее. Нет. Это на десятилетие определяет то, как будут жить в России наши с вами дети, внуки, как будет жить общество и так далее. По каким правилам? Поэтому красные линии важны, но они должны проводиться только тогда, когда есть поддержка большинства населения. Не, ну, интересно. То есть, вы делаете красные линии для своих сограждан. А я же говорю про красные линии как большой империи. То есть, Франция или другие страны во время украинского конфликта. Они, в общем-то, наши красные линии, которые мы всё время обозначаем, в общем-то, аккуратненько обходят, переходят. Правильно. Так поэтому мы их всех и убьём. Поэтому мы и долбим их, и долбим, и будем долбить, пока они не поймут, где они находятся, эти красные линии. То есть, это же, ну, по-моему, даже президент это говорил, что чем более дальнобойное оружие они поставляют украинцам, тем дальше нам придётся идти. Вот и всё. Ну вот поговорим о красных линиях на польской границе, когда мы туда выйдем. Ну, через, там, три года, через четыре, неважно. Ну, тогда надо вот разговаривать о красных. Ну, и, конечно, уже не с Макроном, уже какие-то там другие люди будут. Слушайте, ну, Пётр жжёт. У меня даже комментариев нет никаких. Это просто браво. Наш человек. Пётр Игоревич, вы говорите так, как будто мы выйдем границам Польши вот прям в таком же состоянии, в котором мы сейчас и находимся. То есть, многолюдно. У нас прекрасная экономика. И совершенно нас вот этот переход к границе Польши совершенно не потревожит. Не потревожит. Это же изнурение. Это тяжело. Это борьба на изнурение. Да, это тяжело. Но дело в том, что этот конфликт, он носит экзистенциальный характер. То есть, мы либо в нём победим, либо России не будет. Вот и всё. Поэтому, конечно, мы тоже изменимся. И, конечно, опять же, я ссылаюсь сейчас на президента, который несколько раз за последнее время повторил, что Россия – это страна-цивилизация. Мы сами себя ещё не осознаём цивилизации. У нас огромное количество людей, в том числе и в нашей псевдоэлите, которые думают, что сейчас мы вот повоевали, потом замиримся, и там через 2-3 года опять будем ездить в отпуск в Испанию. Нет. Этого не будет. Ближайшие 10, 15, 20 лет этого не случится. Сказать. Поэтому нам нужно, понимаете, к самим себе обратиться немножко и себя воспринимать, себя немножко вспоминать, что было там при бабушках и при дедушках как-то с опорой на историю, развивать страну, но развивать её как цивилизацию, независящую, не от мнения, значит, Европы, старушки, потому что мы самая большая страна Европы. Не от мнения Китая, наверное. Не от мнения Китая. Пусть батарейки везут для электромобилей, и хорош. Вот. И так далее. То есть в этом смысле нужно иметь чувство собственного достоинства в стране, а не всё время оглядываться налево-направо, а где нам тут не насыпали мелочи в карманы. А вот когда мы подойдём к границе Польши, какую будет страна? Вы её опишите, пожалуйста. Мы с вами будем пить кофе на Крещатике, и тогда подробнее об этом поговорим. Вы заявили, что отношения между Россией и Западом могут и должны измениться, но это произойдёт уже, вы сказали вы, после победы России на Украине. Да. Отсюда возникает вопрос. Вообще нет ничего дискуссионнее, что такое победа России над Украиной. Что всё-таки такое победа? Это есть ли победа в компромиссе? Что вы называете компромиссом? Ну, это когда Владимир Владимирович Путин говорит, что он не отказывается от переговоров? Нет, не отказывается. А переговоры – это не капитуляция? А переговоры – это не капитуляция, это выполнение ряда условий, которые Россия ещё, по-моему, в Стамбуле озвучивала. Да, но переговоры – это вся переговоры. Переговоры – это переговоры. Да, то есть ты приходишь со своей позиции, другие стороны приходят со своей позиции, и как вводится, обычно приходят с чему-то среднему. Это называется компромисс. Да. Ну, то есть мы тогда от границ Польши отходим до Днепра, да, вот в этом смысле? Я просто говорю, есть ли победа в компромиссе? Для меня нет, потому что любой такой компромисс, он временный. То есть можно договориться о чём-то, значит, на год, на два, но мы видим, чего стоили договорённости предыдущие, которые руководство России заключало с Западом. Ничего, понимаете? Чего стоила фразеология, которую нам экспортировали 30 лет? Про верховенство права, про святую частную собственность, про свободу слова. Чего они стоили? Ноль. Сегодня всё это растоптано с удовольствием, с кайфом. Они конфискуют активы России, они запрещают гражданам России иметь счета и приезжать в их страны. Они врут о России каждый день. То есть это всё оказалось ложью, ложью. А вы ожидали от воюющих сторон другого отношения? Нет, я ничего вообще в этом смысле давно уже не ожидал. У меня достаточно опыт взаимодействия с нашими, как их любили раньше называть, западными партнёрами, поэтому я абсолютно спокойно к этому отношусь. Я просто против наивности. Поэтому, когда вы говорите о компромиссе, любая договорённость, она должна быть основана на доверии. Доверие между нами и ими ближайшие там 10-15 лет не возникнет. Должны поколения поменяться. Северной Кореи и Южной Кореи тоже друг другу не доверяли, но они... Они и до сих пор не доверяют. Да, но у них есть перемирие. Да, но их разделили великие державы. А мы сами великая держава. Кто нас разделит? То есть кто будет указывать России, где её границы? Под Днепру или на границе с Польшей? Кто? Финальную часть нашей передачи слушайте через пару минут. Оставайтесь с нами. Пётр Олегович Толстой, вице-спекер Госдумы. Комсомольская правда. Так, ребятки, сейчас мы перелистнём рекламку. Оставаемся на связи. Но Пётр жжёт. Я вообще в шоке. Выпьем, говорит, кофе на Крещатике. Украинцы, слушайте и бойтесь. Потому что если вместо нашего ВВП у нас потом будет Пётр Толстой президентом, я за, то вам мало не покажется. Будете потом плакать. Владимир Владимирович, вернитесь обратно. Посмотрите, если наш Дмитрий Медведев или Пётр Толстой станет президентом, он говорит, мы, говорит, к вам скоро в Париж придём. Вместе с казаками кофе пить на этом. Бестро. Быстро, быстро. Вы знали, да, что бестро, это слово быстро. Казаки были в Париже, они кричали быстро, быстро. И вот так вот создалось бестро. Ну, вернёмся в Париж. Нам то, что сложно, что ли. Так, смотрим, прошла реклама или нет. У микрофона Владимир Варсобин. Напоминаю, что с нами Пётр Олегович Толстой, вице-спикер Госдумы. И, конечно, мы говорим о месте России в мире. И сейчас, конечно, надо поговорить и о боях, которые идут. Когда-то думалось, что это всё дело быстрое. А тут уже, по-моему, третий год пошёл. Я заметил ещё ваше, это я ещё давно пометил себе вашу цитату. После взрыва на Крымском мосту заметили, что вообще-то неплохо бы вколотить Украину в XVIII век. Конечно, я не ожидал услышать это от человека с фамилией Толстой. Ну, я сам просто учитель, бывший учитель русской литературы. А во-вторых, как ваши ожидания? Они подтверждаются? То, что вы сейчас видите, вы довольны? Я доволен, потому что я вижу, что наша армия продвигается вперёд. Несмотря на иронию некоторой части интеллигенции по поводу того, что вот, вы хотели выйти к польской границе, а мы тут ещё не взяли часов яр, там и так далее, мы возьмём. Каждое боестолкновение, каждое продвижение наше, оно деморализует украинскую армию. Чтобы сразу ответить на вашу ремарку по поводу моей фамилии, могу вам сказать, что Лев Николаевич Толстой, значит, великий русский писатель, он служил в Севастополе артиллеристом. И когда, так сказать, англичане и французы, да, они так приближались к этой батарее, которую он командовал, он, значит, командовал огонь и палил в них из пушек. Поэтому тут ничего такого противоречащего, так сказать, гуманизму нет. Писал он о другом. Но дело в том, что служил он своей стране абсолютно, так сказать, так, как это было нужно во время войны. Я вообще думаю, что во время войны, знаете, мы, ну, должны немножко сосредоточиться, собраться, что ли, и, может быть, оставить позади какие-то заблуждения мирного времени. Ну, а что касается Украины XVIII века и так далее, ну, вот я могу сказать, что то, что происходит у них в энергетической инфраструктуре, в снабжении, в транспорте, благодаря нашим достаточно скоординированным действиям, конечно, их приближает резко к XVIII веку. Ну, они сами сначала съехали вот где-то после Майдана, они примерно в начало XX века со всеми своими этими бандерами и так далее. А сейчас, да, ближе к XVIII. Но тем проще будет потом реинтегрировать эти территории. Почему проще? Ну, потому что вы же знаете современную повестку. Углеродный след, зелёная экономика, то-сё, пятое-десятое. Там всё будет чисто, красиво, и я надеюсь, что наши будущие граждане России, которые сейчас ждут прихода нашей армии на украинской земле, они будут довольны. Ой, я всё время интересует это социология. Петр Олегович, может, вы её знаете, какой процент, как вы думаете, реальный процент украинцев ждёт прихода российской армии и мечтает о капитуляции? Ну, вы знаете, я социологию не знаю, я знаю, что население Украины обрабатывается ежедневно с помощью всех этих телемарафонов и самой такой злобной антирусской пропаганды. И население Украины, оно по менталитету своему, в основном население такое крестьянское, оно как бы селянское. Поэтому они, конечно, сидят там, обсуждают это, говорят «Тилькины трэбэ нас дурыиты», и всё зависит от конкретных дел. Когда мы пришли на восток Украины, и первое, что сделала Россия, проложила, построила абсолютно новую дорогу между Донецком, Мариуполем, Мелитополем. И вот вы, когда по ней едете, и вы видите съезд к селу какому-то, да, и это разбитый просёлок. А потом вы выезжаете, и это дорога. И вот я там с местными жителями разговаривал, там же разные тоже есть те, кто по-разному к России относится. Но они все говорят, что за 30 лет после падения Советского Союза, после конца Советского Союза, никогда никто у них не видел такой дороги, которая сейчас в России, такие дороги у нас – это реальность, которую мы, может быть, мало ценим. Но вот это надо делать, и тогда будет и соответствующее отношение. Потому что люди верят только делам. Я понимаю, просто вы так сказали очень хорошо, вроде так по-доброму звучит, но это же в районе стерилизации. То есть, будет чисто, хорошо. А вы же против миграционного заселения территории? Конечно, а Украина – это наша территория. А где вы людей-то найдёте тогда? Послушайте. Ну, в этом случае смотрите. Ну, как? Ну, украинцы – это часть русского народа. Как мы найдём людей? Если вы до Польши найдёте, людей-то, может быть, не так много не останется. Да как не так много? У них 40 миллионов человек. Ну, сейчас уехало, ну, 30. Вы что, 30 миллионов, вы против, что ли? А девчонки какие красивые там. Нет. Серьёзно надо к делу подходить. А как культурно, эмоционально? Вот каким образом? Культурно, эмоционально, людей, большевики… У них же кладбище. Послушайте. Значит, да, кладбище, да. Это очень существенно. Но ещё раз говорю. Если Российская Федерация делом докажет серьёзность своих намерений в отношении граждан Украины, отношение к России тоже поменяется. Это улица с двусторонним движением. Что касается культуры, языка и всего остального, надо сказать, что на протяжении довольно длительного периода из Малороссии делали Украину в том числе и усилиями из Москвы. Большевики проводили политику коренизации, заставляли, значит, разговаривать на украинском языке русских людей. И сейчас это всё происходит. Но, чтобы вы понимали, у украинского языка нет литературной нормы. То есть, это что означает? Что на всей территории Украины нет единого украинского языка. Вы можете во Львове сдавать экзамен по украинскому языку, это будет один язык, а, условно говоря, в Сумах это будет другой язык. Поэтому и это тоже всё преодолимо. И, безусловно, культура, национальное, так сказать, достояние великой России, многонациональной, украинская культура сохранится, будет свести, и все вышиванки тоже. А самой страны не станет? Какой? Украина. Ну, я не знаю, как будет. Это, может, какой-то кусочек останется, но тогда нам с вами негде будет пить кофе. Мы же с вами договорились, что мы там ближе к польской границе где-то кофе будем пить. Интересно, вот вы на телеканале «Россия-1», обсуждая отношения с Болгарией и Румынией, сказали, ну, вопрос, просто шарахнем, вы ответили, Оля, мы шарахнем, но сначала нам нужно закончить на Украине, а потом спокойно будем шарахать и шарахать. Босфоры, Дарданеллы, контроль над Чёрным морем должны быть в руках русской армии и флота. Это лозунг 2014 года, я просто его процитил. Мирова в данном случае для наглядности. Нет, а я немножко так насторожился и подумал. А вы решили, что реально. Нет, мне позвонили уже люди оттуда, где сейчас Босфора, Дарданеллы, они говорят, вы это серьёзно? Я говорю, вы вообще историю знаете? Как бы всё нормально, не волнуйтесь. Нет, нет, то есть после украинского конфликта получается прям мир-мир-мир, да? То есть если мы закрываем тему Украины, то есть у нас больше никаких нет. Нет, у нас проблем-то масса. Просто все ждут, чем закончится тема Украины. Наблюдают. И если мы не закроем тему Украины, то у нас возникнут проблемы и с Казахстаном, и с Арменией, и с другими странами, которые нас окружают. Даже с Казахстаном, вы считаете? Ну, конечно. Почему? Ну, посмотрите на то, что происходит сегодня в Казахстане в плане, так сказать, отстраивания некоего казахского государства. Какая там расцветает национальная мифология по поводу независимости, по поводу перехода на латиницу. Там очень много всего интересного, если вы так вглядитесь повнимательнее. Нет, я знаю Казахстан, я объездил вообще все СНГ очень подробно. Ну, тем более. Я знаю, да. Но это же обычное, ну, как бы так зреют национальные государства. Да-да, только знаете, я против чего? Чтобы они заставляли русских учительниц в Павлодаре извиняться, когда те говорят, что это русские построили этот город. И я против того, чтобы они забывали о том, что Алмата – это город верный, наша русская крепость казачья. И вот эта вот история, она важна для национального самосознания. А выдумывать историю не надо для того, чтобы отделиться от России, отмежеваться. И даже если ты продал всю землю Китаю, а все недра англичанам, все равно не надо. Надо быть с соседями в хороших отношениях. То есть, все-таки, чтобы у них была некая осторожность, чтобы они понимали, что, в общем-то, повторять украинских ошибок не надо. Но мы их спасли. И если будет все наоборот с украинским вопросом, если там, не дай бог, Россия проиграет, то в этом случае у них такого сдерживающего фактора не будет. Если Россия проиграет, не будет России. Поэтому никакого фактора не будет. А что касается Казахстана, то президент Путин, так сказать, помог преодолеть им очень сложный период, когда войска УДКБ туда были введены. Россия часто проигрывала. Россия проигрывала и сохранялась. Ну, исторически это же было, и Примомай еще. Нет, нет, а здесь ставки-то выше, чем Примомай. Тут как бы дань придется платить долго золотой орде в лице наших американских и европейских партнеров. Поэтому не надо... Нет, нет, это просто как само государство. Вы же говорите о самом государстве? Я говорю о... Само государство – это прежде всего наш суверенитет. Вот об этом я говорю. Если Россия теряет суверенитет, кому такая Россия нужна? Нам нет. Как вы видите дальнейшее развитие? Вот мы с вами поговорили о том, как идет сейчас спецоперация, немножко, правда, не поговорили о том, как сейчас помощь американцев может воскресить ВСУ, и надолго ли? Я не думаю, что, вы знаете, это такой фактор, его склоны... Ну, это поднимает боевой дух ВСУ. Но помощи в том объеме, который обеспечит перелом в военных действиях в их пользу, такой помощи им не в состоянии оказать никто, ни Америка, ни Европа. Но затянуть конфликт могут. Затянуть – да. Увеличить наши потери – да. Сделать более регулярными, более вредоносными налеты дронов – да. Увеличить страдания – да. Но, вы знаете, мне кажется, сейчас наши ребята там, во всяком случае, вот те, с кем я общался, у них уже такое отношение, такая сила, так сказать, духа и сопротивления, что, мне кажется, мы в любом случае выиграем. Сегодня «Комсомольской правде» исполняется 99 лет. Я хочу поздравить и вас, и ваших слушателей, и ваших читателей. На самом деле «Комсомольская правда» – это исторический такой наш бренд, как сейчас модно говорить. Ну, я тоже вот, когда начинал работать журналистом, работал в «Комсомольской правде», писал заметочки. И, в общем, много людей, которые прошли через эту школу сегодня в самых разных областях и отраслях встречаешься и, так сказать, видишь, что это люди, которые прошли через «Комсомолку». А так как журналистов бывших не бывает, Пётр Олегович Толстой – вице-спикер Госдумы. Спасибо вам большое за эфир, коллега. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну что, ребята, я думаю, вам понравилось интервью. Пётр, как всегда, в своём репертуаре жжёт. Поставьте в комментариях вопрос и плюсик, если вы считаете, что Пётр Толстой потенциально будет преемником нашего ВВП, и если вы поддерживаете его кандидатуру на роль будущего президента России. Я, например, лично поддерживаю. Если он будет продолжать такой курс, как он сейчас его ведёт, то я двумя руками за, если вы тоже за, поставьте плюсики, либо напишите, что вы поддерживаете его кандидатуру. Если вы против, у вас есть другой кандидат, напишите, кого вы видите будущим преемником нашего Владимира Владимировича. Следующее видео будет тоже с Петром Толстым. Недавно его приглашали на Первый канал. Я хочу, если вы не видели, показать отрывки, где он выступал. Очень интересно. И ещё одно видео идёт. Это старенькое видео, где был Жириновский на передаче, и они там с Петром вместе отжигали. Это старое видео, я его нашла. Хотела, вот некоторые кадры вы видели, но хотелось бы показать само видео со словами, то есть, о чём они говорили. Всё, всем до встречи. Подписывайтесь. Спасибо за ваше участие и просмотр видеоролика. И пальчик вверх. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...